Крысы вот такие потом идут в гости к нам вот сюда, подъезд. Очень красивые. В салайку ничего не положите, у нас идут там крысы. Жители железнодорожной улицы в Кирбе с отвращением говорят о местной помойке. Ходить туда лишний раз не хотят. И вот почему. Чтобы добраться до нынешней мусорной площадки, местным жителям приходится непременно брать с собой тяпку, потому как иначе до помойки вы просто не доберетесь. Кстати, сама яма представляет собой трехметровую зловонную дыру в земле. Она явно переполнена, мусор валится через край, а еще здесь очень много мух. Кстати, такая же площадка есть тут совсем неподалеку. Люди говорят, мечтают о цивилизованных контейнерах или хотя бы о приличных платформах, где копить отходы. Сейчас за вывоз мусора они не платят, потому что некуда. Так и пишется в квитанции. Отопление по квадратам все. И вода пишется. Все, больше ничего. Поэтому они не чистят нам, поэтому они ничего не косят. То есть, если бы в платежке была бы эта графа вывоз мусора, вы бы оплачивали? Да, да. Заплатил и без горя. А то пошел, высыпал. Никуда не наступил, ничего. Я не боюсь. Не боюсь, что дети упадут там. Со слов местных жителей, эта территория муниципальная. Администрация перестала опустошать мусорку несколько лет назад из-за якобы дырявого бюджета. Глава постсовета о проблеме знает. Говорит, сама была бы рада, если бы реформа до них добралась. Все застопорилось на мусорных спецплатформах и местах для бункеров. Устанавливает и глава поселения, и земельный комитет площадки. И определяет их? И определяет их. Но пока они не определены? Определены они по схеме, но пока нет денег их создать. Конечно, упроститься, если все это будет вовремя, в срок. Вывозиться будет, убираться. Конечно, упроститься. С тем, что участок со свалками муниципальный, глава не спорит. Но, с ее слов, люди тоже должны следить за территорией, на которой живут. Они регулярно пользуются мусорной ямой. И выходит, пока нет платежек, делают это бесплатно. Учитывая, что сельсовету нечем рассчитаться даже с кочегарами, мусорные новшества вряд ли в приоритете. Выходит, мусорная реформа бедному селу не по карману. Даяна Евельсон, Григорий Сараев, Нотабене.